Не уступил дорогу, попал в аварию. В Магнитогорске на пересечении улицы имени газеты «Правда» и Советской произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – Mitsubishi ASX и «Лада Калина». Жертв, к счастью, нет. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции. По словам очевидцев происшествия, «Лада Калина» двигалась по улице Советской на зеленый сигнал светофора. На пересечении с улицей имени газеты «Правда» на перерез автомобилю неожиданно вылетел белый Mitsubishi ASX. Водитель, за рулем был 59-летний мужчина, должен был уступить дорогу транспортному средству, двигающемуся по главной дороге. Однако мужчина проигнорировал правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение. Обе машины получили серьезные повреждения. Ну как все произошло? Я оттуда ехала по прямой, по-советски на пересечении «Правда». У меня зеленый, я прямо ехала. А получилось, он должен был меня уступить, не уступил. Ну хорошо, сильно отбросила. Коленка и грудь, грудью об руль сильно ударилась просто, дышать не могу. Но сейчас уже отпускает. В действиях водителя автомобиля Mitsubishi ASX усматривается нарушение пункта 13.4 правил дорожного движения, в котором указано, водитель безрельсового транспортного средства при выполнении маневра поворота налево должен уступить дорогу автомобилям в следующем во встречном направлении прямо. По данному факту, сотрудниками госавтоинспекции проводится административное расследование. По словам очевидцев, в автомобилях сработали подушки безопасности. Они приняли на себя основной удар. У 50-летней владелицы Лады Калины сильный ушиб грудной клетки и колена. У 59-летнего водителя Mitsubishi ASX ушиб левого плеча и кисти руки. Как сообщили медики, состояние обоих пациентов удовлетворительное. После обследования им дали рекомендации по дальнейшему лечению и отпустили домой. В результате столкновения Mitsubishi ASX получила серьезные технические повреждения и вряд ли подлежит ремонту. Всего с начала года в Магнитогорске произошло более 3300 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли, 191 получили ранения и увечья. Причем более чем 90% случаев ДТП произошли по вине водителей транспортных средств. Со стороны водителей транспортных средств основной причиной дорожно-транспортных происшествий является непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, пользующимся преимуществом, а также неправильный выбор скорости движения без учета дорожных погодных условий и соблюдение требований светофорных объектов дорожных знаков. В этот же день произошло еще несколько аварий. Всего же за сутки в Магнитогорске было зарегистрировано 17 ДТП. К счастью, обошлось без жертв. Татьяна Артенко, Евгений Грудин, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.